Доброе утро, дорогие друзья! Это студия Хорошего настроения. Вы видите в моих руках букет, и он неспроста. Очень часто мы говорим, что приглашаем к нам гостей в студию, а сегодня студия настроения нашего хорошего находится в гостях, и тем самым мы откроем небольшой, а может быть и большой секрет. Дело в том, что съемка нашей программы проходит в студии Института журналистики БГУ, и мы находимся как раз-таки в гостях у Института, а тем более у нас есть хороший повод. 70-летие Института журналистики БГУ – это замечательная круглая дата, юбилей и замечательные гости. И сегодня у нас в гостях директор Института журналистики БГУ Дубовик Сергей Валентинович. Сергей Валентинович, здравствуйте! И преподаватель Ангелина Александровна Руденко. Доброе утро, Ангелина Александровна! Доброе утро! И, конечно же, эти цветы для вас. Конечно же, вам, позвольте их вручить, от нашей студии хорошее настроение. Спасибо! Огромное спасибо вам за ваш труд, ну и, конечно же, огромное спасибо, что нашли время прийти к нам в гости. Спасибо! Мы, конечно, себя чувствуем несколько, как на экзамене, да, можно сказать, с одной стороны, как в аудитории, с другой стороны, Ну и, конечно же, мы хотели бы узнать у вас все, что касается жизни Института. Какие уже прошли торжественные мероприятия в связи с юбилеем? Может быть, еще что-то ожидается? Или на весь год растянем ближайшие празднования? Вот вся эта неделя посвящена юбилею нашего Института. Уже прошли у нас выставка фотографий, презентация книг. Ну и впереди самые интересные мероприятия. Сегодня у нас состоится торжественный вечер, посвященный юбилею Института журналистики, на который соберутся наши выпускники, руководители средств массовой информации нашей страны и все те, кто связан с нашим Институтом. Когда беседы с журналистами, практически со всеми в нашей стране, так или иначе, они прошли сквозь ваши руки. Про вас рассказывают различные небылицы. Например, то, что вы приходите на первое занятие, сразу же взглядом окидываете аудиторию, сразу же отмечаете в журнале, кто есть, кого нет, а затем помните на память, кто ходил, а кто нет. Вот до сих пор журналисты все это помнят. Скажите, вот студенты разных эпох, наверняка, в Беларуси, чем они отличаются друг от друга? Чем отличались студенты прошлых времен от нынешних белорусских молодых журналистов? Мои студенты 70-х годов, 80-х годов и теперешние времени – это студенты, это дети разных эпох, разных, можно сказать, социальных формаций. Естественно, они разные. А у них есть одно общее. Они молодые, задорные, творческие. Говорить о целеустремленности тоже нужно. И те, и другие целеустремленные. К этому обязывает профессия, особая профессия. Это ведь профессия, наверное, особое такое состояние души. Понимаете? А что касается разницы, я не скажу, что какая-то большая разница. Другое дело, что вот нынешнее поколение, оно в других условиях учится. Оно имеет больше информации. Оно живет в век новых технологий. Помните, тогда, в те годы, бумажные носители, все записывалось. А теперь наша молодежь получает большую информацию. И наша задача, конечно, не дать им потеряться, утонуть в этом море информации и правильно их направить. Вот в чем дело. Кроме того, если взять факультет журналистики, у нас ведь открыто очень много новых специализаций. Например? Тогда ведь, ну, скажем, информация, коммуникация, новая специальность. Там тоже есть свои направления. Например, литературное редактирование. Это вот я просто сравниваю. И тогда ведь только мы готовили журналистов аудиовизуальных средств. А тогда просто говорилось. Специалистов радио и телевидения. И специалистов печати. И все. А теперь это очень широкий спектр. Вы знаете, я когда пришла впервые на факультет и вошла в аудиторию, сама была еще молодая совсем. А там сидели ребята. В основном тогда учились студенты-мужчины. Ангелина Александровна, я знаю, что вы и тогда, и теперь, когда поступают наши студенты, пишете диктант. Когда лучше писали диктант. Кстати, хотелось вообще о русском языке отдельно поговорить. Вы знаете, вот я хотела... Вы знаете... Несмотря на новые технологии. Да, несмотря на новые технологии. Но я хотела бы сказать вот о чем. Что диктант, да, вот почему-то все считают, что основная задача написать диктант и проверить грамотность. Вы знаете, а если ответить на ваш вопрос, то тогда писали диктанты, ну, намного лучше. Потому что читали больше. Сейчас 50% отрицательных оценок. Причем сейчас надо обращаться к студенческой аудитории, спрашивая, вы все слова понимаете? То есть лексический запас настолько беден, что приходится вот и этой работой заниматься. А вообще, конечно, основная задача... А тогда ведь приходили армейцы. Аудитория была... Это были студенты, ребята, которые отслужили армию, которые закончили какие-то специальные средние заведения, учебные заведения. И они... А вот они больше тянулись к грамоте, вы понимаете? Ну, наверное, тогда просто больше читали. А больше читали, верно. Тогда основное вот было, это книга. Книга, да. А теперь... Сейчас вроде тоже есть возможности. И электронные книги, да, и люди читают. Ну, вы знаете, как сказал Горький, я так говорю студентам, читайте классическую литературу. И Горький был прав, как истанно. Хочешь хорошо писать диктант и читать Тургенева? Кстати, вопрос... И Тургенева читай, и Толстого читай. Вы знаете, был у меня такой случай, студентка безграмотная, но никак не понимала, строя предложения, знаки припинания отсюда. Так она переписала всю книгу «Война и мир» Толстого. Она писала, она писала и анализировала. Вот такой случай был. Современным студентам учиться проще, у них шикарная база, отличный преподавательский состав, медиатека, да, новое здание, телестудия. В общем, живи, учись, получай удовольствие. На этом пока точка или вы многоточие планируете? Какие-то еще нововведения будут в институте? Буквально несколько лет назад мы на протяжении последних двух лет мы ввели такие новые направления специальности журналистика, как веб-журналистика и менеджмент СМИ. Сегодня ни одно издание не обходится без того, чтобы зарабатывать деньги. Потом появился новый, можно так сказать, вид журналистики, как журналистика масс-медиа. И вот эти вызовы, мы должны реагировать на них, потому мы открыли такие направления специальностей. И мы видим, что вот эти специалисты, которых мы готовим, у нас на расхват. Есть запросы на два запроса, один человек. Мы не можем удовлетворить даже все эти требования наших заказчиков, журналистов. Потом активно развиваются региональные средства массовой информации. Мы ориентируемся не только на то, что делается в Минске, на каналах, в печатных СМИ, но и внимательно смотрим в районы. Там тоже активно развивается районная печать, районное радиовещание. В городах телестудии появляются, и все требуют специалистов. Так что нам обязательно надо идти в ногу с запросами сегодняшнего дня. За время обучения студенты и преподаватели очень сближаются, можно сказать, роднятся в какой-то степени. Но есть выпускники, которым, может быть, вы по-особому гордитесь? Ну, конечно, есть. Понимаете, тут еще я должен сказать, что бывает так, что вот Ангелина Александровна говорит, приходят наши вчерашние абитуриенты, становятся студентами, там плохо написали диктант, там какие-то есть. Не обязательно отличник становится потом хорошим журналистом. Если у человека есть стержень, есть вот это вот журналистское начало, он обязательно станет журналистом. Что касается известных, это вот можно сегодня открыть газеты или смотреть передачи по телевидению, слушать радио, ну, 80% это те люди, которые у нас учились, начиная от министра информации и корреспондента районных газет, радиовещания и так далее. Так что среди наших выпускников, а их за эти 70 лет более 7 тысяч, есть и писатели, есть кинодраматурги, есть крупные общественные деятели, ну, и звезды нашей журналистики. Хочу добавить в ответ на ваш вопрос, вы сказали, есть ли такие студенты, которыми вы гордитесь, так примерно. Да, да. Да, совершенно верно, есть такие студенты. У меня их очень много, у факультета их очень много. Причем границы наши необозримы. Есть зарубежные студенты, которых мы учили. Ведь, вы знаете, был такой период в истории факультета, когда на нашем самом маленьком в БГУ факультете училось около 200 иностранных граждан из стран Латинской Америки, из Азии, Африки. Факультет гордится, что белорусская школа журналистики, она живет и за рубежом. Вы знаете, мы подготовили группу вьетнамских студентов, подготовили к научной деятельности. Они защитили диссертации, уехали в Ханой, открыли свой факультет журналистики. И потом нам рассказывали, что мы соревнуемся с московскими выпускниками, тоже вьетнамцами. Те тоже открыли свой филиал. И наша школа лучше. Так что вьетнамцы, вот видите, вот я горжусь. Я просто горжусь этими студентами. Потом у меня есть студенты, московского государства, наши студенты, которые работают в средствах массовой информации России, которые стали доцентами, не только журналистами стали, но и доцентами Московского государственного университета. Я даже их фамилией могу назвать. Павел Сухов, он одновременно директор одного из крупнейших порталов московских. И в то же время преподаватель факультета журналистики МГУ. Это Андрей Вырковский, успешно работающий и в то же время преподает на факультете журналистики. Ну и таких я много могу назвать. Я хочу сказать, что вот то, что рассказала Ангелина Александровна, это вот 70-е годы. Но вот на сегодняшний день у нас занимается около ста иностранных студентов. Это в основном китайские ребята. Но, кроме того, есть из Японии, есть из России, из Прибалтики. Вот такая диаспора из ста человек, она у нас является и сегодня. Что касается СТВ, вот вашего канала, когда он открывался только, вот в каком году? Ну, в общем-то, это 14 лет и скоро уже 15. Тогда целая группа наших студентов, я тоже там преподавала, была направлена на СТВ. Подниматься ли, ну? Да, да. Ну, подняли. Это массово, это буквально целая группа была распределена на СТВ. Ну, Катерина Забенько, которая... Знаем этих людей. Это все, это все наши, наш продукт. Ну и уже наш, наверное, ваш. Даже общий продукт. Сергей Валентинович, вопрос такой. Каковы планы на ближайшую пятилетку у института? Всем понятно, что такое пятилетка. Ну, самое главное у нас это учебный процесс. Мы адаптируем учебный процесс ко всем вот вызовам современности. Мы должны ни на шаг не отставать от того, что делается в журналистике и в дальнем, и в ближнем зарубежье. Это значит, что наши программы будут строиться вот исходя из этого. И второе направление – это теснейшая связь образования, обучения с практикой. Мы уже добились того, что наши студенты практически сразу после окончания вливаются в трудовые коллективы, им практически не надо времени для адаптации. Вот этому и содействует эта телевизионная студия и курсы, которые читаются у нас. Вот эти две составляющие сегодня у нас важны. Ну и, наверное, третье, что я должен отметить – это введение новых каких-то направлений специальности журналистика, может быть, более узких, и максимально удовлетворять запросы телевизионных каналов, бумажных средств, массовой информации. Вот то, над чем мы сегодня работаем. Спасибо вам огромное. Во-первых, наверное, за то, что вы сейчас у нас телевидение, журналистика, СМИ – это основной источник культуры даже, можно сказать. Иногда у нас народ черпает культуру не из книг и из музыкальных произведений, а именно из телевидения и средств массовой информации. Так вот, за то, что вы обучаете нас, обучаете людей, журналистов, для того, чтобы они уже, соответственно, обучали других людей. Спасибо вам за это. И будем надеяться, что впереди еще много знаменитых выпускников, много юбилеев, которые мы отметим здесь, в этой студии, вместе с нами. Я хочу поздравить всех наших выпускников. Это большая армия журналистов, которые успешно работают в национальных средствах массовой информации, которые являются гордостью Института журналистики. Пожелать им творческих успехов, здоровья, ну и не забывать Институт журналистики. А мы их всегда помним. Я хочу пожелать всем нам, преподавателям и вам, журналистам, хорошей формы и острого пера. Спасибо большое. И острого языка в нашем случае. Наверное, да. Ну а я напомню, что сегодня в студии «Хорошего настроения» были юбиляры. Я назову вас так, поскольку вы представляете это учреждение. Директор Института журналистики БГУ Сергей Валентинович Дубовик и преподаватель Ангелина Александровна Руденко. Всего вам самого доброго, долгих лет и здоровья, безусловно. Ну а к вам мы вернемся через несколько минут. Спасибо. Продолжение следует...